Проверка автомобиля НГЛК-350 в одном из автомобильных салонов города Москвы. Вот такие вот общие виды. Значит, в багажнике обнаружены номера 62-го региона. Лично по моим наблюдениям, когда в Москве продаются автомобили из другого региона, ничего хорошего это не предвещает. Потому что хорошие автомобили, они довольно неплохо продаются, собственно говоря, там, где эксплуатируются. В Москву в основном везется то, что стыдно продавать у себя дома. Сегодня мы проверяем автомобиль НГЛК-350 2009 года выпуска. Значит, заявленный пробег 68 913 километров, 68 913 километров. Подключили стар диагност, официальную дилерскую систему диагностическую. У меня уже проведен краткий тест. Значит, видим определенные ошибки. Заходим в блок управления двигателем. Видим, что идет ошибка по положению впускного распредвала. На самом деле, для данных моторов это довольно распространенная проблема. Болячка, она давно известна. Стоимость ремонта такой проблемы у нас составит порядка 100 тысяч рублей. Около 40 тысяч работа. И, соответственно, 50-60 тысяч будет стоить у нас запчасти. Вот по результатам теста мы видим, что пробег с момента очистки памяти несправности 42 километра. Соответственно, перед тем, как автомобиль ушел на продажу, хозяин был осведомлен, что данная проблема в автомобиле есть. И, соответственно, выставил ее на продажу. Но, на самом деле, с пробегом 68 913 километров такого быть практически не может. И что-то мне подсказывает, что пробег здесь слегка за сотку может даже порядка 150 тысяч километров. Это более характерно для возникновения такого рода проблем. Значит, мы заходим сейчас в блок управления комбинацией приборов данного автомобиля. Так, момент. Заходим. Заходим в систему. Сейчас зайдем в систему активного обслуживания, где у нас записаны все действительные значения. То есть, ТО какие были, какие объемы ТО. Вот заходим в память обслуживания автомобиля. У нас считывается история обслуживания данного замечательного GLK. И что мы с вами видим. А видим мы с вами следующее. Последнее сервисное обслуживание, которое зарегистрировано на данном автомобиле, было на пробеге 133 754 километра. На данный момент общий пробег данного автомобиля составляет 148 707 километров. Ну, собственно говоря, как я и думал. Отсюда и проблема по двигателю. И, собственно говоря, целый букет возможных дальнейших проблем. Само собой, данный автомобиль не рекомендуется к приобретению. У него требуется вложение по двигателю порядка 100 тысяч рублей. Ну и вот этот вот замечательный пробег 148 707 километров. Также является таким фильтром для покупки данного автомобиля. Продолжение следует...